Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Стесняюсь помогать людям. Как быть? Всем ли мы должны помогать? Здесь есть, конечно же, место рассудительности. С одной стороны, призваны мы любить ближнего как самого себя. Что это значит? Это значит, что в нас есть по самой нашей природе неизбежное попечение о том благополучии, которое позволяет нам продлевать дни нашей земной жизни. Должны мы быть сытыми, нам хочется дышать свежим воздухом, мы должны в свое время спать, в свое время двигаться. И из всего этого состоит незамечаемый нами, а иногда и напротив активно поддерживаемый, круг попечения самих себе. Ну, вернее, не то чтобы он незамечаемый, а он является для нас естественным так же, как дышать, так и заботиться о своем пропитании, сне, благополучии и всяком желанном для нас развитии. Если призваны мы так же, как о себе, с тем же усердием заботиться о ближних, ибо именно это и означает слово «возлюби ближнего», как самого себя, значит, услуга, помощь составляет не просто какое-то событие в жизни человека, что он кому-то помог. Как правило, те, кто как раз еще не утвердились в этом духе любви к ближнему, воспринимают очень ярко и впечатлительно какие-то редкие случаи своего участия в чьей-то жизни, усердно пересказывают о своей помощи другому внутри себя, как-то перемалывают этот поступок и с каким-то сладким для себя чувством записывают себя в число благодетелей. Это, как правило, обнаруживает как раз несвойственность для человека подобных действий, именно склонность их всячески культивировать, и о них пересказывать и всячески с ними носиться в сознании своем, повышая для самого себя самооценку. Тот, кто стяжал дух любви, тот не воспринимает как что-то странное для себя, непрестанное попечение о благе ближних, его окружающих. И если ты спросишь такого благодетеля, что он хорошего сделал за день, он, переходивший от одного больного к другому, устраивавший неустроенным какие-то перспективы их расположений, подававшим по силу милостыню, он скажет, не припоминаю, чтобы я что-то особенное доброе сделал. Такие люди, я думаю, и вам, и нам известны. Но их не так уж много. Люди, себя обрекшие по любви к Богу и к ближним на служение, осознают его как естественное для себя состояние. Нам, конечно, надо бы поучиться такому, но, во всяком случае, не находя в себе сочувствия к людям, желание помогать им, будем записывать это в число своих грехов, которые надлежит и на исповеди озвучить. Ибо известно нам от поучения святителя Иоанна Златоуста, что надлежит человеку каяться не только в тех грехах, которые он допустил, но и в тех грехах, к которым расположил ближних своих. И не только в тех добрых делах, которые мог бы сделать, но не сделал, но и в том, от каких добрых дел ты своим неразумием или действием страстей в себе удержал тех, кто могли бы их совершить. Таким образом, помощь ближнему, как несомненное дело любви, относится к тем предметам нашего внимания, которые, отсутствие которых, несомненно, является для нас греховным. Считать себя вполне благополучным, жаловаться, что мне не в чем исповедоваться, может только человек, который всю жизнь свою превратил в служение. А считать для себя нормальным, спокойное и мирное благоденствие, тогда как в нашем участии нуждаются такое количество людей, это устроение, ну, скажем, далекое от совершенства. Потому лежит нам жизнь посвятить и выбор профессии, как раз реализации этого вопроса, этой задачи. Не то, как бы мне сидеть поудобней, и материально достаточнее, да еще при этом с возможностью дальних путешествий романтических и с возможностью много себе позволить в отношении приобретений здесь, этого мало для того, чтобы оказаться среди выполнивших волю Божью. 25 глава Евангелия от Матфея, обнаруживающая события страшного суда, ставит вопрос перед каждым ребром. Оправдан тот, кто всеми своими силами оказывал милость окружающим его людям. И, напротив, страшное изгнание от лица Господня угрожает тем, кто ничего особенного-то не делал, но только и не помогал, не служил, чья жизнь была посвящена по преимуществу самоугождению, выстраиванию своей линии жизни в благополучии и покое. И таким образом помогать ближним нужно, и не просто нужно, а составляет наш долг пред Господом. Особенно если ты, просвещенный верою, себя именуешь христианином, тогда как сам Христос называет себя не возлежащим, но служащим. Я посреди вас как служащий. И вы, если хотите быть великими, то будьте малыми и смиряйтесь перед всеми. И если я, Господь ваш и Учитель, умыл ноги вам, и вы должны умывать ноги друг другу и тем, кто нуждается во всякой помощи, являть эту помощь. Другое дело, в вопросе чувствуется и некоторое тактичное опасение, не буду ли я в тягость, тем, кому предлагаю свои услуги, тогда как их могут просто не ценить не только услуги, и не столько услуги, сколько меня самого. Поэтому стоять или приставать каждому, что изволите, а не оказать ли вам ту или другую любезность, благоразумие нам подсказывает, что не надо. Ибо подлинно нуждающиеся оказываются на нашем пути объективно и ясно таковыми. А самому напрашиваться на какие-то служения, когда очевидно или не очевидно, что оно человеку необходимо, действительно несвойственно, благоразумно. Мало того, иногда наша услужливость бывает продиктована вовсе не любовью к Богу и к ближним, а какой заинтересованностью, как бывает вдохновенно помогать существу прекрасному, существу иного пола, услуга которому доставляет тебе не столько трудностей или не столько была вынуждена необходимостью, сколько явилось поводом для сближения, для какого-то общения, далеко не всегда совершенно чистого или тайное желание воздаяния за свою услугу. Господь предупреждает словами, когда устроишь пир в доме своем, не зови богатых и состоятельных соседей, чтобы и они тебя не позвали, и ты не получил таким образом награду, лишился бы награды на небесах за твое чистое служение. Потому в этом расположении к нуждам ближних надлежит иметь острое око, умеющее различить свои пристрастия или свои тайные расчеты. Не то, чтобы мы способны совсем освободиться от этих помыслов, но во всяком случае не должно обольщаться и чувствовать себя особым благодетелем тогда, когда наше служение продиктовано нашей дружественностью, взаимообменом, нашими пристрастиями, нашими желаниями больших благ или похвал. Так что это тормозящее или требующее осторожности, сопровождающее искушение, конечно, должно быть от нас не скрыто. Потому и каемся мы в грехах и при грешениях. грехи — это сами по себе дела Богу неугодные, а при грешении — это сопровождающие наши добрые дела, греховные склонности, какие-то мотивы, которые вовсе не столь высоки, как требовало бы это само дело. В этом отношении мы призваны просто хранить некоторую бдительность, трезвенность, самоукорение и не бояться вовсе делать добрые дела из-за того, что к ним примешаются то ли тщеславие, то ли заглядывание на приятные лица, то ли еще какие худые и липучие пристрастия, которые силен враг примешивать к добрым делам. Но исполняя, тем не менее, свои обязанности, включаясь в нужды и заботы ближних, действуя по совести и по заповеди Господней, будем не забывать укорять себя и хранить мирный дух во время исполнения всякого дела и не возноситься мыслью о том, что мы что-либо великое делаем, всегда осознавая свою неисправность, поврежденность, недостаточность своего устроения пред Господом. И таким образом мы не будем повреждаться и тогда, когда наши дела исправные сопровождаются какими-то сопутствующими прегрешениями. Так что ответ на этот вопрос несомненно и нужно и должно. И искать случаев помогать ближним — это наш прямой долг, но быть при этом осмотрительным и подавая руку помощи утопающему не саму руку вручать в его десницу, а жезл, за который, держась, мы можем очень существенно помочь и даже спасти от каких-то бездн греха того, кто нуждается в нашей помощи, но при этом если его решимость остаться в пучине будет сильнее, то вам не вверившим ему свою руку достаточно отпустить жезл и всякий будет продолжать движение по собственному произволению, поэтому всякая осторожность при услугах людям, особенно при решимости исправить человека от дурных нравов его требует дистанции с тем, чтобы общаясь с людьми не кающимися и поврежденными мы не оказались бы жертвами этих обстоятельств, отчего предупреждает нас священное писание. Худые сообщества развращают добрые нравы. Блажен муж, и жени иди на совет нечестивых. Не увлекайтесь своими мнимыми способностями исправлять ближнего, тогда как не точно знаете, насколько его собственное произволение к исправлению имеет место. Потому со всяким благоразумием и осторожностью будем помнить, что мы призваны к служению, но по уму они безрассудны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров